В Магнитогорске продолжается сбор предложений по программе «Комфортная городская среда». Активные жители уже подали более 330 идей как в письменном, так и в электронном виде. Парк, сквер или пешеходная зона, которые будут предложены наибольшее количество раз, станут участниками рейтингового голосования. Общественная территория-победитель в 2019 году удостоится реконструкции. Подобные урны установлены в городской и всех районных администрациях Магнитогорска. Сбор предложений, какой парк, сквер или бульвар благоустроить в 2019 году, начался после январских праздников. Пенсионерка Любовь Ивановна среди тех, кто не применил поделиться своим мнением. Как коренная жительница левого берега Магнитки, она ратует за реконструкцию сквера Победы и перенос в него всех торжеств 9 мая. Почему бы не построить памятник влюбленном? Например, молодой человек стоит на колене и предлагает руку сердца девушке. Понимаете, и вот они подходят, а рядышком поставили скамеечки, скамеечка первого поцелуя, первого предложения. И вот эти вот молодежь, они естественно подойдут к этому памятнику, а после этого памятника пойдут возлагать цветы к этому, к танку. Раз в неделю ящики вскрывают. В урне, установленной в администрации Орженикидовского района, за 7 дней накопилось почти сотня предложений по реконструкции. Общее число поданных горожанами идей сегодня превышает 330. По количеству предложений пока лидирует сквер Победы на Левом берегу. У нас юбилейный год и, конечно же, к юбилею надо обязательно привести в порядок историческую площадь, в которой сконцентрировано все. И труд в тылу, и вклад магнитки в Победу на фронте непосредственно на участие магнитогорцев в боях. Ну и, конечно же, труд металлургов, в которой плавили сталь. Помимо реконструкции сквера Победы, магнитогорцы ратуют за благоустройство пешеходной зоны по проспекту Карла Маркса, возрождение парка ветеранов, а также строительство зоны отдыха на Зеленом Логе. Сбор идей пока не завершен. Предложения принимаются до 15 февраля.